Девушки отдыхают Что происходит? Куда? Что? Я даже не прочитала, что там написано Иди вдоль окопа Я проведу тебя Окей Ничего себе Сразу экшен с первой секунды Буквально накрывает новой амнезией Ну как новый? Месяц почти игре Кровь, вода, окопы, сырость Но у нас есть пистолет Что уже внушает определенную уверенность В том, что все будет не так плохо По крайней мере первое время Нам предлагают перейти навек Надо этим воспользоваться Дверь открылась Надо же Я еще помню Как двери в амнезии открывать Ху Хотя первую часть Я так и не прошла до конца Я и начало-то толком там не прошла Так чуть походила Собственно, на этом все О, а касочку можно надеть? Могу себе на голову касочку Нельзя. Довольно долгий процесс перезарядки оружия. Тут убьют и пристрелят раз 50. А, у меня есть каска. Всё, поняла. Кирпич. Бросить. Сейчас бросим сюда. Тогда кирпич точно... А, надо на правую. Сколько сразу всего без подготовки нужно сделать. Часы как бы развалились. Ладно, бежим. Чего? А, присесть. Ладно. Это я умею. Бежим, бежим, бежим. Ух ты! А, вот. Знаете? Знаете? Вообще жалко мне на вас патроны тратить. Ой, меня сейчас убьют. Нет, не так я себе начало игры представляла. Надо. Так, сейчас мы узнаем, насколько серьезно... Хватит, хватит меня кидаться. Всё, закроемся. Насколько серьезно моё... Стоять. Стоять. А, правильно сейчас поняла, хватит? Ещё раз мы узнаём. Просто по пальцам угадать. Если пальцы в кетчупе... Значит, кто-то успел поесть. А зачем мне тряпки? А тряпками, наверное, можно попробовать перевязать мою рану. Почему я не могу посмотреть свой инвентарь? А, могу выбросить. Необходимо доработать бинтик. Раз. Из вот этих вот грязных портянок вот получился такой чистый бинтик. Ну ладно. Верим, верим. Спускаемся. Сюда. И не сюда. Вот мы. Ладно. Граната. Ну. Как говорят правила индийского кинематографа, если есть гранаты, значит, они должны будут станцевать. Учитывая, что вот эта дверь не открывается, то станцевать они... Да, да, стой. Не показывай мне свои пальцы. Я же правильно поняла принцип работы гранаты? Всё верно. Так. Ну, пока без потерь существенных. Как-то хватит свои пальцы мне показывать. Всё чудесно. Ой. А мне есть чем стрелять, интересно? Одна пулька осталась. Ну, эту пульку мы приближём для себя. О, ещё патрончик. Тогда надо сразу его вставить. Чтоб хватило не только на меня, но и на товарища. Ну, точнее... Ну, точнее... Ага. Вот этот вот дедичка он... Намёк я правильно распознала. Ну, слишком как-то бодро для амнезии. Всё-таки амнезия это какие-то монстры, дворцы, замки. Я на растяжку наступила. Что? Какие газы? Нет. Не-не-не-не. Никаких газов. Где я? Я-не-не-не. Я кто я? Это... Где я? Кто я? Что я? Я не читаю даже, что пишет внизу. Ну, слишком динамичный сюжет начал развиваться. Так, надень его скорее, не вздумай умирать, Анри. Мы с тобой выберемся из этого. Да, хорошо, как скажешь, друг. За тобой хоть на край света. На край окопа. Так, миссия пройдена, да? Ха-ха, попробуй-ка такое перебить, дружище. Сейчас перебьём. Дайте мне кулак, перебью. Эх, судьба злодейка. В таком случае я сегодня иду в патруль. Салавинь. Ну, иди. Я посплю. Отдохну. Потому что после такой пробежечки, ну, идти в какой-то патруль ещё, это слишком много сил отнимает. И тем не менее, я почему-то в каком-то поле, оказывается. А где спать, отдыхать? Или это у меня отдых такой? Среди каких-то ёлок-метёлок, которые даже не ёлки. Что-то яма какая-то. Алло, здесь есть кто-нибудь? Видимо, это теперь моя яма. Ммм, подбухиваем. Нехорошо на боевом задании-то выпивать. Анри? Это ты? Это я. Вот, выпей. Потом я тебя отсюда вытащу. Что-то мне это больше Call of Duty сейчас напоминает, чем музею, если честно. А где ужасы? Где монстры? Я не могу идти. Моя нога. Я слишком слаб. Держись. Мы доберёмся до безопасного места. Ого. А наш персонаж очень бодрый бежит для человека, который на себе тащит своего товарища. Мы, видимо, за какого-то Халка играем, не иначе. Шнелля! Шнелля! В намёк понят. Шнелля так, шнелля. Ай, там тупик! Ой, там бомба! Теперь вы сами по себе. Учитесь, адаптируйтесь, экспериментируйте и выживайте. Как скажете, товарищ игра. Хе-хе-хе-хе-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ну, я-то голосаю в голове моего персонажа, видимо, вот это всё произносит сейчас. Судя по всему, мы в лазарете. И, видимо, здесь уже начнётся хоррор. Здесь будет злой-злой доктор, который будет нас лечить цианидом. Или чем еще похуже? А? Что? Что? Вращать? Зачем? Ничего не понимаю. Мне эта подушка вообще нужна? Нет? Ой, не-не-не. Без света плохо. Это решение было дурацким. А у меня... Фонарика у меня нет. Ладно. Сигарета! Вред. Понятно. О, письмецо. Почитаем. Причина амнезии. Рядовой клеман поступил на лечение после событий, произошедших 9 июля. Личные вещи пациента находятся в индивидуальном шкафу. Пациент пребывает в состоянии легкой комы. На внешние раздражители реагирует. Но лишь в течение коротких промежутков времени. При соседнем пробуждении... Ой, блин. При последнем пробуждении выяснилось, что он не помнит последние события. При этом он даже не смог вспомнить собственное имя. Скорее всего, это обусловлено тяжестью первоначальной черепно-мозговой травмы. Буду продолжать наблюдение. Если состояние не улучшится в течение недели, рекомендую перевезти его в Сент-Этьен для проведения неврологических исследований. Подпись доктора Йосински. Ну, понятно. Бегали-бегали по полям. Ничего не помним. Ну, может, оно и к лучшему. Зачем вот эту вот всю эту беготню, стрельбу все это запоминать? Ничего хорошего там все равно не было. Какая-то грязная тряпка. Ладно. Я хотя бы пыталась такая встать в таможню. И куда идти? Что же так темно? О! Что-то есть. Фонарь. О, фонарь это круто. О, фонарь это класс. Как? Ага. Еще записочка. Я в агонии. Она сломила мое тело. Захватила разум. Терзает душу. Как я мог так поступить? Как? Как? В столовой сейчас ужинник. Но мне противно думать даже о еде. Даже думать о еде. Ну, мы поняли. А, Господи, все. Зачитывать не надо. Я же зачитала. Зачем? А, нужно чем-то это разрубить. Я правильно понимаю? Метла. Давай. Нет, метлой тут не поможешь. Дверца. Дверца, дверца. Ты куда бежишь? Ты куда бежишь? Банка, банка. Ты зачем лежишь? Откройте, пожалуйста. Откройся, сим-сим. Ляськи-масяськи. Абракадабра. Спасибо. О, фотография. Посмотрим. Посмотрим. Ему плохо, мне кажется, на фото. Нет? Возможно, ошибаюсь. Двери, конечно, все-таки неудобно. Открываются. Что-то полезное я подобрала. Больше мы ничего... Ой, халатик можно надеть? Мне кажется, вполне симпатичный. Замок нужен ключ. Либо граната. Здесь столовая располагается. О, а это намек. На то, куда идти. Эй. Что здесь? Я, 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 я тут. Там что-то чулан. Здравствуй. Дяденька, а вам курить, мне кажется, вредно. Особенно в таком состоянии. Послушай, мы в ловушке. Ой. Пропустила диалог. Я слушаю. Если хочешь выбраться отсюда, тебе придется расчистить путь наружу. Динамит есть в арсенале, а рукоятка детонатора где-то на стройке, где копают. Найди их и сможешь выбраться. Черт, эта тварь приближается. Вот, возьми, пожалуйста, прикончи меня. Не, ну... Ты, конечно, извини. Но... Тут хоть одна патрон... Пулька-то есть хоть одна. Пулик нет. Бог простит тебя, Андрей. Он, знаете, с чем-то столкнулся. Хотела зачитать, столкнулась. Потом вспомнила, что... Все-таки наш персонаж не женщина. Хотя, кто знает. О! Пулечки. Перезаряди, пожалуйста. Или что надо? Так. Какой же слушанный алгоритм замены патронов, а. Фонарик быстро слишком... Ух ты! Ты куда пошел? Ты куда? Кто? Кто тебя забрал? Алло. Что-то подозрительное. Что-то нехорошее приключилось здесь. У меня очевидно сюда. Или не очевидно? Пришла я отсюда. И куда нужно двигаться? Столовка. А, значит, теперь сюда. Все, поняла. Нет. А куда мне двигаться? Возвращаемся в столовую. Помогите мне, пожалуйста, разобраться с тем, куда мне теперь идти. Мне в яму? Мне яма слишком маленькая. Мне в этот... В чулан. Так нет, из чулана уже все подобрано. А! Может быть, это... Замок из пистолета расстрелять. И куда я пришла-то? Ой, что ж такой фонарик-то ненадежный. Ужасный фонарик. Мало того, что не видно ничего, так он еще и садится. М-м-м. О! О! Все правильно. Отлично. Идем вниз. Что-нибудь с администрацией. Как хорошо, что это администрация. Ой. Что-то это. Записочка. В. Батист. Ладно. Записка. Важно при работе с погибшими солдатами обращайте внимание на сообщения, символы или коды от шкафчиков на обратной стороне жетонов. Их необходимо стирать, прежде чем помещать жетон на хранение и вносить его в реестр. Ладно. Сохранить прогресс. Ура! У меня есть прогресс. И еще. Ой. И еще записка. Крыс. Вниманию персонала медсанчасти и морга. Проблему с нашествием крыс пока решить не удалось. Они набрасываются на каждое мертвое тело. Кроме того, они преследуют раненых. Однако грызунов не интересует обожженная плоть. Поэтому нам необходимо ввести новое правило. Тела всех погибших солдат следует сжигать. Я поговорил с отцом Дерей об этой проблеме. Он предоставит надлежащее освещение умершим. Их останки будут сохранены для передачи родным. Это не лучшее решение, и оно наполняет мою душу болью. Но похоже, что сжигание тел единственный способ остановить крыс. Поэтому мы должны это сделать. Понятно. Трупы же лучше не сжигать. Будем отбиваться от злой бабайки. Часики. Чтобы запустить генератор... Ага. Заправьте топливом. Рычаг. Топливо. Топливо. Вот топливо. Топливо. Заливаем. У меня есть чем-чем все. Заливать мне больше нечем. И потянуть рычаг. Тянись! Пожалуйста. О, да будет свет! Не забывайте исследовать хорошо. Не забуду. Аптечечка? Нет? Нет. Ай! Стой, стой, стой! Жетон. Вращать. 27.10 Надо запомнить. 27.10 27.10 Грязные тряпки. Ай! 27 10 27 10 сохранится еще раз и профилактики и двадцать семь 10 21 ну как то пока все в принципе довольно таки несложно больше проблем офицерская казарма какая у меня цель глобальная записки пока непонятно мне нужно найти динамит мне нужно найти рычажок черт возьми как отсюда выбраться взорвизовала но я зачитывать сейчас вот это вслух не буду не хочу но если что можно будет нажать на паузу и перечитать а если вручную буду эти завалы разбирать я долго буду выбираться отсюда что я сделала не не вернись назад вернись назад я ерунду сделала отвечая ерунду надо везде включить свет о вентиль отлично разломала все что что он не дало какую-то карту где карта карту я не вижу ладно тут дверки закрыты сюда проходы закрыты и фонарик мой сел пока честно говоря не страшно от слова совсем скорее непонятно вот какие-то звуки пытаются конечно напугать но такой себе наверное нужно открыть все вот эти заблокированные двери если я правильно понимаю что же такое-то ничего не видно ой я на растяжку попала все последняя вылазка бег с препятствиями 70 метров прямо надуло пулеметов но у нас получился и богу затем я прыгнул в немецкий окоп ладно все понятно ладно попытаем счастье в следующий раз пока что это была такая знакомительная вылазка честно говоря а вот где карта оооо а ждет нас большое приключение не маленькое ну подробнее погружаться в игру придется в дальнейших частях данного прохождения спасибо за просмотр до встречи в новых роликах до встречи в новых встреч